Добрый день, друзья! Сначала я хотел пару слов сказать о российском рубле, о тех событиях, которые развернулись на нашем рынке в последнее время после указа президента об обязательной продаже валютной выручки. Во-первых, мы пока не знаем и, видимо, не узнаем, какие компании будут обязаны продавать экспортеры валютную выручку, в каком объеме, в какой процент, пока правительство эту информацию не разглашает, считает, что эта информация секретная. Но я наблюдаю за межбанковскими операциями постоянно, постоянно их анализирую. Все подробности в моем телеграм-канале можно смотреть. Судя по этим операциям, ничего особо не меняется. Да, гэп сделали, то есть от 100 откатили до 97. Это чисто такой символический на указе президента отход маркетмейкеров на 3 рубля. Ну, а дальше все продолжается, как и было. Объем операций большой и своп операций юань-рубль, и репо большое, и кредитование в Центральном банке запредельное по 7 триллионов рублей. Поэтому все продолжается, и, судя по всему, рубль будет продолжать ослабеть к основным валютам, как раз именно из-за этих операций. Хотя сделана, создана, вернее, мониторинговая комиссия в рамках правительства. Будут они, или комитет, как его называют, не знаю, будут они следить за курсом образование. Может быть, что с этого что-то и выгорит. Главное, чтобы не выгорела дополнительная премия, так сказать, курсовая в результате работы такого комитета. Ну, а я предлагаю сейчас посмотреть на высокодоходные валюты, где очень высокие доходности. Это наш сосед ближайший, Турция, турецкая лира. Как правило, все спекулянты действуют таким образом. Если в стране дефицит платежного баланса, как это в случае с Турцией было, то ждут ослабления валюты, а потом, когда центральный банк ставку резко поднимает, вот что, собственно, в Турции случилось, в эту валюту входит. О том, как это сделать, как правильно это делать, вам расскажет основатель платформы, финансовой платформы BitBanker Сергей Горшунов. Дорогие друзья, 3 октября курс рубля по отношению к доллару преодолел отметку 100 рублей и продолжает показывать признаки дальнейшего роста. В связи с этим у многих возникает вопрос, а не поздно ли начинать покупать доллар, ведь уже довольно значительный рост случился, а значит существуют риски снижения. И в этой связи я бы хотел предложить альтернативный, не вполне очевидный инструмент, который называется турецкая лира. Почему турецкая лира? Ну, во-первых, Турция это наш ближайший торговый партнер. До сих пор можно довольно свободно отправить денежные средства, турецкие лиры на счет в турецком банке. Точно так же турецкие банки открывают счета в российских рублях и можно отправить счеты в российском рубле. Турция наш крупнейший торговый партнер и по некоторым данным порядка 30 тысяч российских предприятий сохраняют долгосрочные экономические отношения с турецкими компаниями. Во-вторых, Турция является, собственно говоря, таким местом, куда большая часть россиян прибыли на постоянное место жительства. И, соответственно, этим людям предстоит или уже случилась покупка недвижимости. Эта недвижимость номинирована в турецких лирах. Этот вопрос тоже будет интересен такой категории наших подписчиков и тех, кто смотрит наш канал. Итак, я считаю, что турецкую лиру в долгосрочной перспективе ожидает такой умеренный и плавный рост. Почему все-таки рост? Если мы посмотрим на ВВП Турции, то начиная с 2021 года он растет. Это год, когда были, в общем, ослаблены ковидные ограничения. И, естественно, экономика Турции зависит в том числе от туризма. И ВВП у нее продолжает расти примерно на 5% в год. Это является очень хорошим показателем и знаком того, что турецкая экономика восстанавливается. Я уверен, что будет укрепляться и курс лиры. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что в Турции запущены и активно выходят на рынок, в том числе и российские предприятия машиностроения и электроники. В Турции есть несколько довольно серьезных брендов. Я думаю, что в ближайшее время мы все о них услышим. Соответственно, если они будут продаваться на внешние рынки, на такой, как российский рынок, да, то рост на турецкую лиру повысится. И, соответственно, есть довольно хорошая вероятность то, что и цена на нее будет повышаться. Но и последний, самый важный фактор – это то, что в 2024 году будет запущена атомная станция Акую. Одна из инфраструктурных и наиболее глобальных проблем турецкой экономики, а именно доступ к дешевым энергоресурсам. Такого доступа у Турции нет. Они покупают энергоресурсы в разных странах, большую часть, конечно, из России. И такая проблема будет решена. У Турции появится большое количество дешевой электроэнергией. И в ближайшее время Турцию ждет экономический рост. А вместе с экономическим ростом, как мы знаем, растет и национальная валюта. В нашей компании Bitbanker в разделе инвестиции мы разработали продукт, который, по сути говоря, является такой токенизацией депозитов в турецкие банки. Депозиты в турецкие банки способны приносить довольно неплохой доход от 25 до 30% годовых. Но, к сожалению, гражданам других стран депозиты в турецкие банки недоступны. И, по сути говоря, покупая наш инвестиционный продукт, вы открываете вклад в турецком банке. И вклад этот, естественно, номинирован в лирах. Проценты на вклад и предполагаемый рост турецкой лиры могут дать такой довольно неплохой доход. Я считаю, что это может быть одним из неплохих инструментов для диверсификации вашего инвестиционного портфеля. Если у вас есть какие-то вопросы по отношению именно к этому инвестиционному продукту компании Bitbanker, мы будем рады ответить на эти вопросы, задавайте их в комментариях. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok